Мы узнали, что в дальней деревне, в заброшенной деревне, в глубине леса живет один человек. Живет он там как отшельник. По сути, он и есть отшельник. Здравствуйте! Дверь палкой, видишь? Изнутри, походу, дело. Да. Всем привет! Это канал «Слово пацана» и наш путь туда начинается. Здесь мы легко проезжаем. Здесь-то понятно. Здесь мы тоже легко проезжаем. Ну, здесь мы реально проедем. Если не соскочишь, проедем. Нет, здесь проедем, я тебе говорю. Мы и здесь проедем. Нет. Но есть и смысл в этом. Там дальше может быть хуже. Да. Нас пугают все эти дороги, потому что… Потому что здесь застревать очень хочется. Потому что у нас были моменты, когда мы застревали. И они были. Мы оставляем машину здесь сбоку. Сами идем по дороге. Не рискуем сюда соваться вот поэтому. Вот поэтому. Потому что здесь можно встрять. Реально встрять. Опять дальняя деревня и опять один единственный житель там. Здесь прям глубоко. И вся деревня вся вот такая вот разрушена из таких вот домов. И все деревни, которые мы проезжаем, в которых мы бываем сейчас. Они вот такие вот. Там осталось мне нравится. В конце такое окно. Ну, смотришь, и вроде красиво, и так эпично, атмосферно. Немножко грустно и тоскливо. Потому что как здесь была жизнь. Прилипло, прикинь? Или нет? Да. Помогите чуть-чуть, да. Только и крылья нельзя трогать. Ничего себе. Вот так встреча. Давай, посадим. Все. Дима спас бабочку. Спасибо бабочку. Молодец, молодец. Дима, Дмитрий. Подручаем вам награду бабочкину. Золотая бабочка? Да. Вон мы подходим к деревне. Виднеется уже дом. Непонятно, жилой он или нет. Следов человеческих мы пока тоже не видим. Только все от этих машин и жизни в этих домах, мне кажется, тоже нет. Вот след. И вот след тоже. Вот след. Да, да, да. Это хорошо. Это говорит о том, что нас не обманули. Тут реально есть человек. Электричество, да, идет, смотри. Да. Провода электрические. Больше всего я не понимаю, как он там живет, вот человек. Вон, вон, смотри, видишь дым с маленькой. Вон, видишь две трубы и за одной есть дым. С белым окошком, да, вверху? Ну, это один дом там. Я бы никогда бы не подумал, что это жилой дом, опять же. Вот так вот. Вот стоил, вот если бы я бы дыма там не видел. Там даже не дым, а вот эта вот теплота, которая вверх поднимается, да? Которая... Вот смотри, отсюда прямо вот эта тропинка идет туда, к реке. Здравствуйте. Есть кто дома? Я всегда волнуюсь, такие моменты нереально. Дверь палкой, видишь? Изнутри, по ходу дела. Палочка тут какая-то стоит. Добрый день! Добрый день! Добрый день! По-моему, да. Да. Давай отойдем отсюда. Да, я услышал какие-то эти... Да, идет. А мы увидели, дым из трубы идет. Мы бы не подумали. Да, мы бы здесь вообще деревни нет никакой. Мы бы вообще не подумали, честно говоря, что здесь может жить. Потому что окна с той стороны забиты. Я тут всю жизнь живу. Уже сколько? Уже месяца два тут никого я не ехал. Ну, то есть вы живете здесь, потому что негде больше? Или потому что вам это место нравится? Ну, и место нравится, и негде больше. Куда я пойду? У меня денег нет, средств уж сами никаких нет. Вот. А если бы у вас была возможность бы куда-то переехать, там, перейти, перебраться, вы перебрались бы? Да, смысл бы. Сколько у вас кошечек? Четыре кошечки, два котенка. А собака есть? Нет, собаки. Собак волки съели. Давно? Ну, пять лет назад. Здесь волки, медведи ходят, волки, рыси, медведи. А вы видели, получается? Встречались? Приходят прямо на улицу даже. Волки имею в виду. А медведи вокруг ходят. Есть медведи. Даже следы медвежьи. В садах ходят, по яблоням. Ну, вы визуально с медведем встречались? Да. Я, сколько, двенадцать раз встречал медведя. И как? Медведь убегал обычно. Ну, был какой-нибудь самый случай, когда действительно прямо страшно стало? Медведица с медвежатами встретил. Здесь, ну, полка метра от деревни летом за грибами ходил. И трава большая, бурьяны. Агак встал на задние лапы. И два медвежонка рядом тоже на задние лапы. Вот. А волки, значит... Волки, у меня собака... Подарили собаку с паниеля. Месяц, ну, полгода я им вновь выпускал на улицу. А волки караулили на улицу. И все. Потом нашел лапу и ухо только от нее съели. А что вас здесь, в этом месте держит? Ну, мне нравится, прежде всего, это место. Здесь мне все знакомы леса, тропинки, все места памятные. Где грибы растут, где рыба водится в реке, где можно ловить рыбу там. А сколько вам лет, кстати говоря? Мне 55 лет. А вы какой получаете доход, пенсия там или что у вас? Ну, хрен какого дохода у меня нет. Ну, в магазине, то есть, вообще ничего не покупаете? Денег нет, как не могу. При этом рыбу ловлю рыбу удочкой в реке. У нас форель водится в реке. У вас форель водится? Да. Вот это вы меня удивили. А вот здесь ловлю на плёсах найти. Смотри, здесь много, штука водится, окунь, флотва, лавы. А у вас есть мечта? Все уже прошло. Ну, кстати, гробовая доска уже. Да. Про нас. Река, вот здесь протекает река Малый Тудер, называется. Дославянское происхождение Малого Тудер, Малый Тудер, оно, как на санскрите, в переводе означает, как отец людей. Вы интересуетесь, знаете, да, здесь места? Так я сколько лет живу, я всю жизнь живу, знаю все места, где церковь тонула, там, где барские усадьбы, церкви, где были все курганы, древние могильники. Съели все. Послушайте, ну вы все-таки это все знаете, откуда? Завод, кстати, на карте Брагауза и Фрона. Подождите, подождите. И вот там происходила битва Билова, дальше там, кстати, святой источник есть на берегу реки Малый Тудер, часовня была. А дальше Горевицы тоже барский дом ставил, раздерешенский. И там в 1581 году происходила битва новгородцев с войсками Стефана Батория. Вы очень увлекаетесь историей, откуда вы черпаете эти знания? Но интернета, я смею предположить, у вас здесь нет. Нет, никого не было. Книги? Да, я читал старинные книги, много старинных разных источников. Я вот сейчас стою с вами, я испытываю искреннее уважение к вам. Это самая блокадница с какой-то деревень. Резервация. Мы просто повидали вообще очень много разных деревень, заброшенных людей, одиноких жителей, которые живут там. И мы никогда не встречали человека, который вдруг вот настолько эрудирован. Ну, простите, я сейчас скажу, вы еще гладко выбриты. Как будто... Как будто вы нас ждали. Вот. Наши выпуски, это разные люди в них. Это разные герои. И так или иначе, но мы по мере возможностей стараемся нашим героям оказывать внимание. Но всех объять невозможно, по ряду причин. Некоторым нужна узко специализированная помощь на постоянной основе. Кто-то же находится очень далеко. Благо, у нас в стране есть различные благотворительные фонды. От известных до небольших, но делающих важные дела. И чтобы не ошибиться в выборе и найти историю, подходящую для вас, Тинькофф расскажет про такие фонды и привлечет к ним внимание. Тинькофф анализирует ваш профиль, что, где и когда вы любите покупать, и какими и как часто Тинькофф сервисами вы пользуетесь. А потом предлагает вам фонды, которые будут вам максимально близки. Он предложит вам три фонда. Это могут быть фонды по развитию окружающей среды, по поддержке детей и взрослых, по развитию спорта и творчества. Все зависит от ваших финансовых привычек. Если из списка предложенных вы не найдете идеальную пару, то на странице проекта вы можете ознакомиться со всем списком проверенных фондов и выбрать то, что ближе вам, а список реально внушительный. Чтобы как можно больше фондов могли продолжать свою работу, а их подопечным была оказана помощь, им необходима поддержка. Самая эффективная поддержка – это регулярные пожертвования, пусть даже маленькая сумма, которые вы сможете настроить прямо в приложении. Благодаря им фонды могут прогнозировать свои расходы и планировать работу в долгосрочной перспективе, а это очень важно. Переходите по ссылке в описании и помогайте сейчас, а Тинькофф подскажет вам подходящий фонд. Ссылка в описании. Тепло у вас? Да нет, поэтому сейчас закапчу. У вас прям какой-то мега порядок, я вам могу сказать. Здесь включается свет? Да. Давайте включим, конечно. Свет пока не обрезает. Слушайте, ну вообще… Екатеринская. Ничего себе. А сколько стоит? Дорого, не узнавали? Да, не дорого. А вот это вот то, что стены везде обклеены, здесь иконами, там каким-то вырезками журналов. Это вы сделали? Да, просто… Не надо копчены, вы коптились. А вот у вас там кассеты, это вы смотрели, да, эти фильмы? Да, это раньше. Не так… Ну, выбросить надо и сейчас лапши не крушать. То у меня вот радио работает, и то оно после заката солнца до заката не работает. У вас внешность такая молодая. А родители ваши, помните их? Да, помню. Родители там живы, работали в совхозе. Братья и сестры были? Брат у меня был, брат. Он и сейчас есть. А где он? А он в Москве живет. А жена… Была у вас жена? Нет, жены не было. А любимая женщина? Ну, было, да, было. И вы не знаете, как у нее сложилась судьба или там? Ну, как сложилась, у нее уже нет, на свете сложилась. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А это что вы хотите нам показать? А, да. Часть архива. Вот. Писали мне. Из Комсовольской правды. Комитет по метеоритам? Да, я метеорит нашел, как-то я вам рассказывал. Что? Метеорит, как я нашел. Я тоже нашел. У меня даже плевое дело, находить метеориты. Это обычное дело. Я по пятницам обычно хожу и нахожу метеориты. Да, я уже настолько уже этих метеоритов нашел, что... Понаходили уже. Да, уже неинтересно. Я вот так прыгнул. Пошел выловить на мельницу. Смотрю. Камень лежит. Со свежим изломом. Железный, кстати, оплавленный железный обломок. Потом я написал письмо. Ответили мне из Комитета по метеоритам. В этом благодарим вас за интересное сообщение. Безусловно, найденный вами образец представляет научную ценность. Для этого просим прислать простой бандероль и кусочек камня весом 100 граммовых. Вы отправили? Да. Отправил. Это действительно метеорит? Да. Книгу я писал как-то. Вы так нам говорите? Вы как-то писали книгу между делом? Да. Книга. Ничего себе. Путешествие по деревне, по ГОСТу. 14-й год. А какой тираж? В дополнительном написано 50 экземпляров. Давайте мы постараемся к вам приехать, привезти вам побольше продуктов в следующий раз. Может быть, книжек вы сказали книжки. Устовского, я вспомнил. Устовского, может быть. А знаешь, что самое интересное? Вот мой крестный сын Устовского. Вот, смотрите. Зная, что здесь, в этой деревне, есть один лишь житель, мы предположить не могли, что это будет такой житель, такой человек, который какой-то кладезь в себе несет знаний, увлекается историей, при этом вот с таким взглядом, какой у него был какой-то взгляд. Трудно написать. Ну, там какая-то и грусть, и вроде какое-то смирение есть, и что-то вот такое все вместе. Удивительно уникальное место, и, пожалуй, мы вернемся сюда еще раз, наверное, прямо сейчас. Да? Чтобы не томить. Чтобы не томить. Возвращаемся. Ну что ж, мы вернулись сюда еще раз и привезли на этот раз с собой то, что Василию нужно. Это. Продукты мы постарались прямо много. Почему много? Потому что у него магазин находится, я не знаю, в километрах, наверное, 50 отсюда, то место, где он живет. И вообще с продуктом у него проблема. И, в том числе, пакетик с книжками он тоже просил, ну, точнее, у нас получилось узнать, что ему хотелось бы еще помимо продуктов. Сейчас все это грузим мы вот на эту тележку волшебную, которой, кстати говоря, мы уже один раз в наших роликах пользовались. Я что-то сомневаюсь, что ты проедешь. И идем пешком по разбитой лесовозной дороге к его деревне и к его дому. Вот так? Да, да. И куда там едем? Прям по краю марш. Прицепляем тележку, скотчем, точнее, наш хост, продукт, товар, набор к тележке скотчем, чтобы она хотя бы держалась. Ну, так. Реально, да? Ну, по грязи будет тяжело. А идем мы пешком-то это не потому, что мы решили прогуляться с тележкой и с продуктами. Иди покажи. Потому что вот она дорога, по которой ездят иногда лесовозы. Ну, и на своей машине мы здесь просто не попремся, чтобы не завязали. Потому что дальше мост, после моста еще хуже. А дальше вроде как нормально. Будем идти пешком. А вот, собственно говоря, лесовоз, который проезжает здесь мимо. Привет. А? Поедете? Поехали. Поедем, конечно. Поедем, да. Хотя бы три километра вас проведем. А нам километр надо. Нам километр так. Да. Поехали? Да, поехали. 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 Мы не будем. Отпускай. Ага. О. Фух. Ну, спасибо тебе. Спасибо. Как тебя зовут? Сашка. Рома. Да, и Дима. Очень приятно. Сэкономил нам тучу времени, сил. Очень здорово. Это как, типа, физкар, да, там? Да. Сам себя грузишь. У нас это, посмотришь потом, слово пацана канал называется. Ага, хорошо. Ну, ладно, спасибо огромное. Участливо. Да, успехов пока. Здесь такой необходимый набор продуктов для него, учитывая, что холодильника у него нет. Здесь крупы, здесь масло, здесь молоко, яйца, фрукты. Кстати говоря, взяли фруктов побольше, постарались. Слушай, тележка топ вообще. Однозначно. Дошли. Василий, ну, в общем, примите наш скромный, скромный дар, который мы вам принесли. Я думаю, что, во-первых, в этот раз все, что смогли пока что. Паустовский и Соловхин четыре тома. О, Соловхинцы. Причем так интересно, учитывая, что у нас было не так много дней, эти все четыре книги, они мои лично. Из моей небольшой библиотеки. Я их потом восполню. Угу. Спасибо, это ценно. Электричества нет. Вчера отсюда отключили. Кстати, а откуда у вас электричество вообще? Вот. Да, я понимаю, но вы же говорите, что у вас не пенсии, ничего. Вам немножко помогает местная администрация или что? Нет, я сам плачу. У меня копейки там какие-то есть. Я весной монеты там несколько продал. Плачено даже больше, чем сожгено. А сейчас у вас какие-то деньги есть? Ну, вот копейки там у вас тоже. Прогуливаясь здесь, немножко вокруг дома, я просто появился на мысли, что, конечно, здесь чувство такое какого-то уединения. Здесь чувство спокойствия. И здесь чувство такого, знаете, вот, ну, может быть, не в плохом смысле слова, но некого такого одиночества. Вот стоит стол. Такие два стульчика. Казалось бы, здесь должны сидеть два человека. Но здесь живет только один человек. Здесь вот такая вот маленькая печечка такая для того, чтобы приготовить себе покушать. И дом. Единственный дом в заброшенной деревне. И все. А вокруг леса, леса, леса просто бесконечные. Медведи здесь постоянно ходили. Они, звери, ходят не лесом, а обычно дорогами стали ходить. Дорогами легче ходить. Пустем. Звери, медведи, волки. Недавно я посмотрел в окно. Косуля ходит под окном. Года три назад я шел, Мой волк идет навстречу. Вот здоровый. Огромный. Почти стеленка. Ростом такой, как собака баскерилий. Идет морду в дорогу. Меня не видит. Я остановился. Березы. Суклястые такие рядом. Думаю, если что, с березы можно собраться. И он шел, шел навстречу. Потом голову задрал. Меня увидел. Начал постоял, постоял маленький. Потом развернулся. И побежал назад. Прятался. Они обычно... Волки убегают летом. Они поодиночки ходят. А зимой, когда стаи ходят, они могут их задрать. Скажите, а вот... Вот таких походов в лес. Осенью. Сколько вы делаете? В день. Где-то до 5 походов. И вот такую одну сумку... Когда погода... Когда дождь, то я не хожу, конечно. Это можно не калывать. Это до следующего раза. Я в совхозе работала 10 лет. Скотником работал. Пастухом. Короупас. Плесорубом даже. Один. Один. А вот я верно понимаю, что отчасти и во многом вы не уезжаете отсюда, не перебираетесь куда-то еще. И возможность, если бы была переезда... Вот в Москву вам предложили переехать. В хорошую квартиру. Где ванна с теплой водой. Нет? Нет. В Москве я за всю жизнь был два раза проездом. Это очень муравейник такой. Ужас. Толпа людей. Идут один. И очень теряешься в такой толпе. А вот для вас сейчас какой самый знаковый, самый важный праздник в году? Ну, Пасха. Пасху я стараюсь все-таки посты соблюдать. Хотя посты я соблюдаю почти круглый год. Я мясо не употребляю. Ну, стараюсь в лес не ходить, дрова не рубить, чтобы, так сказать... Не работать. В этот день, да. Когда все вызывает насмешку, когда будущее навевает ужас. Василий продолжает нас тут поражать и удивлять. И какие-то старинные моменты, и монеты, и все. Баскервильская собака. Собака Баскервиля? Баскервильская собака. Но здесь такой перевод. Василий, вы нас очень поражаете, в хорошем смысле слова. Вы нас очень удивляете. То, что мы здесь встретили, в деревне вот такого вот человека, для нас это как, я не знаю, как какой-то... Такого еще не встречали. Хотя мы уже много чего повели. Да, здесь у нас так вот попалась такая вот, такая вот уникальная история. Мы, наверное, Василий уже пойдем, потому что начался довольно сильный дождь. И нам уже нужно идти до машины, потому что будет темнеть скоро. Опыт у нас... Немецкие монеты. Монеты? Немецкие. Скажите, а они у вас продаются? Вы же сказали, что продаете какие-то монеты. Мы бы у вас приобрели бы что-нибудь. Мы не просто так заговорили по поводу монет. Ну, нам хочется как-то финансово немножко помочь в данной ситуации, подсобить. Но просто так давать деньги вот прям вообще не хочется. А монеты он тут находит и продает. Они не имеют большую ценность. По 100, по 200, по 300 рублей. Может быть стоят, в зависимости от своего сохрана. Но мы дадим несколько больше, да? Ну, это вот... Ну, чтобы просто как-то не обидеть человека. А этот у меня тут... Это ваши монетки. Да. Они у вас так аккуратно все сложены. Да, так что вы не царапались. Да, да, вот. Жесть находки. Много. Можно, да, да. Это вот Николай, да? Да, Николай. Это, нет, это Александра Второго, я думаю. Какой там год, я не вижу. 1878-й. Да, Александра убили в 81-м. Деньга 1750-й. Это Екатерининская. Ну, давайте несколько штучек, может быть, как вы... На ваше усмотрение. Выбирайте себе. А мы как мы можем выбрать? Мы сейчас выберем что-нибудь очень дорогое. Да, ну, какие они дорогие. Здесь нет таких редких. Ну, вот, мне вот это вот, как бы, интересно, деньга. Я всегда хотел ее найти, и так и не смог найти. Какая у нее ценность? Цена металла. Меди. Цена меди. Ну, вот, я бы взял такую, цена меди. А это какого года, вот вы говорите, деньга? Да. У меня 1731. Там какого? 1741. Первый. Василий, мы уже пойдем. Вам спасибо за монеты, мы у вас их покупаем. Туда ее тоже положим, пускай будет там тоже. Да, просто чтобы у вас и электричество было, ну, и как-то нам монеты на бумажке, нам кажется, в данном случае вполне себе имеет место быть. Приятно было познакомиться. и узнать вообще вас. Прям очень неожиданно и действительно приятно. Спасибо. Мы вышли от Василия. Идет дождь. Скорость темнеет. Провели у него уже, по сути, второй день, общаясь с ним. Нам кажется, что эта история, она удивительная. Эта история про личность, про человека, который, ну, выбрал вот такой вот образ жизни. Он имеет возможность отсюда уехать, но родные места эти не бросает. Где-то ему грустно, где-то одиноко, но с людьми, с большим количеством людей он не хочет. Он очень сильно любит эти места, он знает про них все. Про каждый лес, про каждое дерево, про каждый вот какой-то остров дома. Что это за мухи такие вокруг меня летают комары? Нам очень хочется, чтобы это видео через вот такого человека, такого героя смогло передать вам какую-то, я не знаю, какую-то глубину, какую-то ценность. Это любовь к месту, любовь к стране, любовь к истории. Это одна из историй в нашем канале про таких удивительных людей, которые живут вдали от цивилизации и выбирают такую жизнь. Всем спасибо за просмотр. Мы очень рады, что вы нас смотрите. Ваша подписка – лучшая поддержка нашего канала, и мы кайфуем от того, что мы делаем. И, ну, все, наверное. Все. Всем пока. Пока.